0,02% в год. Примерно таков ежегодный прирост температуры в коме. Впрочем, столь незначительный, на первый взгляд, показатель за последние 150 лет смог сильно повлиять на фауну региона. Острее всего отреагировали пернатые. За это время популяция птиц обогатилась на 70 видов. Главная причина, говорят орнитологи, изменения зимнего периода. С каждым годом он теплее и короче. С приходом ранней весны птицы южных регионов предпочитают гнездоваться все больше у нас, в северных широтах. Впрочем, без человека здесь тоже не обошлось. Активно у нас в республике ведется лесное хозяйство. И вот вырубки на многих территориях приводят к тому, что у нас преобладают теперь уже лиственные леса в южных регионах республики. Это способствовало тому, что многие южные виды также продвинулись на север на наши территории. Так в семействе коми пернатых уже успешно освоились щегол, дрозд, рябинек и даже дубонос. Впрочем, иногда визит в республику совершают уж совсем нежданные гости. Так осенью 2005-го в Усть-Куломский район залетел настоящий фламинго. В условиях севера выжить птица, к сожалению, не смогла. Отрицательно, потепление сказалось и на наших комик-ряквах. Уже более 10 лет они не улетают на зимовку. Ожидать весну предпочитают на реках, куда сливают производственные стоки. Там, как правило, образуется полынья. В этом году в одной из таких в районе столичного лесопромышленного комплекса была найдена раненая кряква. Выходить птицу специалисты так и не смогли. Из изменения климата в совокупности, конечно, с воздействием человека на природные ландшафты, конечно, приведут к тому, что действительно доля видов, которые обитали ранее в более южных территориях, будет увеличиваться, а, соответственно, доля наших коренных, исходных, вот, таежных видов, конечно же, будет уменьшаться. Что в итоге может привести даже к ограничению охоты на лесную дичь, предсказывают специалисты. Впрочем, поддержать популяцию как лесных, так и городских птах может и человек. Например, регулярной подкормкой, особенно зимой. В зимний период очень важна подкормка птиц. Не кормление, а подкормка. Чтобы, если, например, морозы, морозные дни или метели, когда им трудно добывать корм, чтобы у них было какое-то место, то можно было найти этот корм. Лучше всего подкармливать птиц сырыми семечками или несоленым салом. Печенье и прочие сыпучие сладости, впрочем, как и привычно для многих пшено, в кормушки лучше не класть. От них у птицы могут возникнуть болезни почек и печени. Кстати, кормушки лучше делать маленькими, чтобы крупные птицы, такие как голуби, вороны и сороки, не могли там кормиться. Ведь они – главные разносчики инфекций. А подкормка лишь еще больше увеличит их популяцию.